МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Время новостей на нашем канале. В студии Анастасия Изюмская. Коротко некоторые темы выпуска. Ни в одном из российских собраний такого нет. Ни во всех мировых музеях тоже, честно говоря. Выставка «Античное собрание семьи Корисаловых» открывается в Пушкинском музее. Художник должен создать адекватное произведение. Президентской премией наградят сегодня в Кремле деятели культуры. Я думаю, что это будет и литературная гостиная, и историческое чтение мы здесь будем проводить. Музей современной истории России открыл залы английского клуба после реставрации. Государственный музей имени Пушкина представил коллекцию античного искусства из собрания Михаила и Елены Корисаловых. Меценаты передали в дар старинные экспонаты. Среди них расписные вазы из этруриаттики, шлемы, изготовленные в III-I веках до н.э. Бронзовые перстни, которые использовали как личные печати или амулеты, два скульптурных портрета. Юлия Струкова побывала на выставке. Порядка ста предметов античной эпохи. С VI века до н.э. по I век н.э. Древнегреческие вазы, перстни, 24 шлема. Невероятное совершенно собрание как таковое. Ни в одном из российских собраний такого нет. И не во всех мировых музеях тоже, честно говоря. Коллекция важна не только для музея, для всей отечественной науки, подчеркивают учёные. Её ещё предстоит тщательно изучить. Вот бронзовые перстни с изображением египетских цариц. Предполагают, их нашли в захоронениях Баспорского царства. Это в районе современной Керчи. Остаётся понять, как перстни туда попали. То ли в качестве наёмников, воинов, то ли в качестве чиновников эти баспоряне, явно непростые люди, служили при дворе египетского правителя и по возвращению на родину привозили с собой вот эти бронзовые перстни с изображением голов, профилей цариц Толемеев, Арсенои, Беремюки и так далее. Похожих шлемов в Пушкинском было три. Теперь их в 10 раз больше. Изучая их элементы, можно выяснить, как влияли друг на друга разные культуры. У некоторых шлемов форма кубанская, скифская. Притом подвижные нащёчники, как у греков. Оказывается, кузнецы внимательно следили за новинками в военном деле. Вот средний шлем, вообще уникальный шлем. Таких образцов я не видел никогда. Он имеет остроконечную коническую форму. Он тоже склёпан из двух половин. Имеет такие же вырезы. Но вот эта форма, она совершенно уникальна. Может быть, это шлем сарматский. То есть это где-то первый век до нашей эры, первый век нашей эры. Собрание подарила Пушкинскому семья Корисаловых. Михаил Юрьевич, опытный коллекционер и меценат. Эту античную коллекцию начинала собирать его мама, Ирина Корисалова, несколько десятилетий назад. Вижу свои задачи. Просто популяризировать то, чему она отдала большую часть жизни. И я, конечно, тоже отдаю какие-то силы. Но в основном это такое, знаете, наследие. Ну и вот поделиться этим наследием с неравнодушным, с заинтересованным зрителем, с одной стороны, и с тем, кто в состоянии этим заниматься. Как учёный, как хранитель. Михаил Корисалов также помогал пополнить коллекции Эрмитажа Исторического музея Государственного архива литературы и искусства. Это античное собрание – третий дар Пушкинскому музею. Продолжаются традиции меценатства, заложенные Иваном Цветаевым. Юлия Струкова, Александр Садольский. Новости культуры. Сегодня в Кремле президентскими премиями наградят авторов произведений в области литературы и искусства для детей и юношества, а также молодых деятелей культуры, обративших на себя внимание в 2018 году. Накануне торжественной церемонии с лауреатами встретился Николай Васильев. Экспрессивную манеру Валентина Урюпина хорошо знают не только на юге. Он с удовольствием даёт концерты в отдалённых сёлах, в сборочных цехах и в лучших концертных залах России. Это моя музыкальная семья, оркестр, за который я отвечаю. Режиссёр Сергей Чехов в своей неполной 34 нарасхват. Его спектакли с одинаковым успехом идут на академических сценах и на экспериментальных площадках. Самое главное – это честный разговор про себя, про него, про зрителей. Николай Переслегин хорошо известен в столице как защитник исторической городской среды. Вот, проектируя новое общественное здание в центре Москвы, Николай намерен восстановить испорченный в 90-е старинный кирпичный особняк. Это не памятник, ничего, его можно просто снести, если говорить юридически. Но, разумеется, мы этого делать не будем. Франческа Ярбусова первой рассказывает каждому ребёнку, как один мужик двух генералов прокормил. А созданные ею мультфильмы о приключениях паровозика из Ромашково и занимательная философия ёжика, заблудившегося в тумане – «Золотой фонд отечественно вырисованного кино». Я не разделяю фильмы и работу для детей и для взрослых. Работы Бориса Деодорова также стали классикой, неотделимой от Пушкина и Толстого или Андерсона и Милна. Художник должен создать адекватное произведение авторскому тексту. Конечно, выбирать плохого автора не стоит, если ты хочешь быть честным, хорошим и ответственным. Сергей Казарновский учился на строителе, защитив диссертацию о гипсополимер-цементном бетоне, увлёкся театром и в 1990-м создал школу «Класс-центр». Так называемое дополнительное образование является обязательной, реальной, естественной частью образования. Изучая сценическое мастерство, живописи, музыку, выпускники «Класс-центра» показывают лучшие результаты и по стандартным предметам. Школа регулярно получает всевозможные призы. Президентская премия в области культуры – это кроме почётного звания ещё 2,5 миллиона рублей каждому из лауреатов на реализацию новых творческих замыслов. Николай Васильев, Павел Костриков, Лев Сергеев, Александр Феоктистов, Диана Джамилёва. Музей современной истории России открыл залы Московского английского клуба. Реставрация зданий на Тверской 21 началась в 2015 году. И сейчас восстановленный памятник архитектуры московского классицизма конца 18 века готов принять посетителей. Анастасия Егорова с подробностями. Сегодня нарядное красное здание на Тверской – музей современной истории России. А с 1831 и до Великой Российской революции это дом со львами, где вели светские беседы. Московский английский клуб. Здесь заводили полезные знакомства и формировали общественное мнение Пушкин, Чаодаев, Толстой. Мы стараемся действительно, чтобы воссоздать дух и атмосферу того времени, того блестящего века. Воссоздать её не только в лагере от уникального труда реставраторов, но, возможно, со временем воссоздать и дух этой общества. В английском клубе отдыхали исключительно мужчины. Дамам вход был закрыт. Традиции дома изменились, а интерьер этого отреставрированного зала нет. Одна из самых больших в стране библиотек или читарен с пятью тысячами книг, периодическими изданиями со всей Европы. Единственная комната в доме, которая выглядит так же, как в начале 19 века. Эти колонны, этот мрамор искусственный в этом зале, это было сделано скульптором Стантино Кампионе. Восстановленный цвет стен, барельефы под потолком, сюжеты из древнегреческой поэмы «Илиада», потолок в технике «Гризайль» изменилось лишь предназначение зала. Это будет и литературная гостиная, и историческое чтение мы здесь будем проводить. И, конечно, мы здесь ждём и посетителей юного возраста, которые только приобщаются к культуре, к истории своей страны. Нам хотелось бы очень, чтобы им у нас понравилось. Мы ждём посетителей старшего возраста. Второй восстановленный зал – говорильня. Особенно на таких бесед, на особенно острые темы, может быть, обсуждение вопросов политической истории, вопросов военной тематики. Эти вопросы обсуждались в легендарной говорильне. Вечер открытия в залах настроения времён английского клуба. Светские беседы, игры в карты, растягая по старинному рецепту и опера. Делаются шаги к возобновлению традиций старинных, традиций в том числе взаимосвязи общества и культуры. Это очень важно. Скоро эти залы наполнят сохранившимися предметами обстановки английского клуба – шкафами, зеркалами, книгами. Анастасия Егорова, Игорь Горбачёв. Новости культуры. В театральном центре на Страстном прошла церемония вручение премии «Гвоздь сезона». Соцтеатральных деятелей отметил пять лучших московских спектаклей за 2018 год. Табакерка со спектаклем «Киностан» в постановке Евгения Писарева, влюблённый Шекспир того же режиссёра в театре имени Пушкина, «Старый дом» Владимира Панкова в центре домотогии и режиссуры, «Турандот» Бориса Константинова в театре кукол имени Образцова, «Кама Гинкас» и его вариации «Тайны» в Московском театре юного зрителя. Каждый из этих спектаклей уже победитель им вручены маленькие хрустальные гвозди. Замечательные артисты Гордин и Баринов и грандиозный художник Бархин прекрасно сделали свою работу. Вот и всё, что значит «Гвоздь сезона». Победителей выбирает жюри, который возглавляет председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин. На этот раз пальму первенства, а точнее «Гвоздь» отдали спектаклю «Старый дом» режиссёра Владимира Панкова в центре драматургии и режиссуры. «Наш дом, центр драматургии и режиссур, который основал Алексей Николаевич Казанцев, это наш учитель. И это вот название «Старый дом», оно для нас является магическим, потому что это как вернуться в Старый дом. И, в общем, на сегодняшний день центр драматургии и режиссуры взял курс тому, чему нас учил Алексей Николаевич Казанцев. И, в общем, центр возобновляется. И он с семимильными шагами на сегодняшний день идёт. В Переславле-Залежском заканчивается реконструкция собора Фёдора Стратилата XVI века. Реставрация объекта культурного наследия федерального значения проводилась в несколько этапов. С работой специалистов ознакомился Арсений Кондратьев. Храм освящен в честь святаго-великомучника Фёдора Стратилата, который пострадал в IV веке, пострадал за Христа, претерпел многие мучения и был усечён мечом. После его смерти многие обратились ко Христу. Переславский собор XVI века — композиционный центр Фёдоровского женского монастыря. Считается, что он был основан по указу Ивана Грозного в честь рождения сына, на котором позже прервётся династия Рюриковичей. Последние три года в стенах храма ежедневно трудится группа профессиональных художников. Самая главная задача реставраторов — сохранить идентичность оригинальных фресок. Поэтому, когда придётся восстановить, к примеру, изображение десятков ангелов по образцу всего двух сохранившихся, остальных намеренно изобразят чуть светлее и обязательно с отличием от оригинала. Но теми же натуральными красками, которыми писал автор в начале XIX века. Более ранние фрески, к сожалению, не сохранились. Дополнить современными изображениями здесь пришлось около 40% внутреннего убранства. Это наше дополнение. А вот то, что оставалось, более тёмные краски, видите, более тёмные пятна такие, мелкие, это остатки. То есть, будем считать в целом, что эта композиция реконструирована. Где-то изображение восстанавливали, в некоторых местах полностью создавали новые фрески по образцу других творений автора. Ведь ни время, ни погода не пощадили стены храма. На лики святых покушались и люди. Если взять стены, то практически все лики здесь были вырезаны, смонтированы и увезены в неизвестном направлении. В Минкульте сейчас уточняют проектную документацию по строительству колокольни, которая когда-то стояла рядом с храмом. Её снесли в 30-х, и, возможно, спустя 90 лет она вновь станет голосом святыни. Арсений Кондратьев, Александр Кужель, Ярославль. На Гавайях американский художник Шон Йора, известный под псевдонимом Хула, создал серию подводных фресок. Он уже рисовал на тающих айсбергах, обгоревших деревьях, береговых скалах и вот новый проект. Он призван привлечь внимание к проблеме гибели коралловых рифов. В полотна художник превратил куски бетона из стали. Их применяют, чтобы помочь кораллам начать новый рост. Экологически чистые пигменты стали подводной пастелью. Недолговечность произведений, которым суждено естественным образом исчезнуть вскоре после их создания, по мнению художника, подчеркивают хрупкое состояние мирового океана и природы в целом. Я начал тестировать все, что собирался использовать, включая бетон и металл. Я хотел убедиться, что все материалы на 100% экологически чистые и безопасны для окружающей среды. Для всех своих работ я использовал простые комбинации натурального пигмента и растительного масла. Балет и рок на сцене Маринги, высокая мода смутного времени и солисты в Москве, в Хабаровске. Все это уже сегодня. Большой концерт в Хабаровском Краевом музыкальном театре. Он откроет 9-й международный музыкальный фестиваль под артистическим руководством Юрия Башмета. Традиционный участник недельного форума камерный ансамбль солисты Москвы. Маэстро выступит и как дирижер, и в качестве солиста. В Северной столице мировая премьера балета на музыку легендарной британской ролл-группы The Rolling Stones в редакции Мика Джаггера. Спектакль Порте Руж поставлен артисткой американского театра балета Мелани Хамрик. Он входит в программу творческой мастерской молодых хореографов 17-го международного фестиваля балета Мариинский. Годунов за кадром. В музее Стрелецкие палаты выставка, приуроченная к выходу второго сезона исторической саги Годунов на канале Россия-1. Представленные в палатах 17-го века костюмы главных героев погружают посетителей в атмосферу одного из самых драматичных периодов нашей истории. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова